Итак, друзья, мы с вами продолжаем курс посвященных шаблонам проектирования и на сегодняшней лекции мы с вами рассмотрим шаблон преобразователь данных или Data Mapper. Что он из себя представляет? Суть данного шаблона. Преобразователь данных это шаблон проектирования, который выступает в роли посредника для направленной передачи данных между постоянным хранилищем, например, какой-нибудь баз данных типа MySQL, и представление данных в память, то есть некий слой домена, так называемый, domain layer, то, что уже загружено и используется для логической обработки. Какую проблему он решает? Реоэкономерационный разрыв, так называемый, общая проблема любого языка программирования. Поскольку PHP недавно присоединился к клубу объектно-ориентированных приложений, на самом деле не то, что недавно, а уже давно, эта проблема также возникла вместе с ним. То есть под объектно-ориентированным разрывом я подразумеваю в данном случае разницу между строкой в реализационной базе данных и объектом в объектно-ориентированном языке. Несмотря на то, что у них очень много общего, это не одно и то же, и программист должен решить эту проблему, сопоставив строки с реальными объектами. В идеальном мире программиста будет рисовать только объекты, а не забросы к базам данных. И все связанные с ним детали. И многие умные люди пытаются найти идеальное решение для этого. В результате появляется множество фреймворков устойчивости, которые требуют от программиста метод тегов, атрибутов всевозможных классов для сопоставления их столбцами баз данных. Или записи схем для выполнения сопоставлений. Некоторые примеры включают, например, GDO, GPA, Hypernet, GDO и так далее. На мой взгляд, на данный момент Microsoft предлагает лучшее решение слинг, потому что он действительно стал частью языка программирования. Гиперограммист должен иметь дело только с объектами, в то время как проверка синтексиса происходит во время программирования, компиляции, а не во время выполнения. Надеюсь, что последуют и другие языки, включая PHP, но пока нам достаточно других решений. Итак, решение, которое предлагает данный шаблон проектирования, в принципе, цель данного шаблона в том, чтобы держать представление данных в памяти и постоянном хранилище данных, независимо друг от друга, и от самого преобразователя данных. То есть слой состоит из одного или более мапперов, или объектов доступа к данным, так называемым, отвечающих за передачу данных. Слингизации мапперов различаются по назначению. Общие мапперы могут обрабатывать всевозможные типы сущных доменов, а выделенный маппер будет обрабатывать один или несколько конкретных типов. Ключевым моментом этого шаблона, в отличие от Active Frequence, является то, что модель данных следует принципу единой обязанности Solid. Посмотрим на структуру нашего примера, который с вами сейчас разберем подробнее. У нас есть три класса. Один класс — это Storage Adapter, то есть некий класс, который работает непосредственно с хранилищем данных. Допустим, это какая-нибудь subdMySQL, и имеет несколько, точнее даже один метод Find, который позволяет по идентификатору записи получить данные из хранилища, и Construct, который в нашем примере сохраняет данные в хранилище. У нас есть класс UserMapper, который маппит данные хранилища в объект, в данном случае User. У нас есть объект данных, который из себя представляет некую сущность пользователя, которая имеет свойства имейла, юзера. И наш UserMapper предназначен для того, чтобы замаппить данные, полученные из хранилища, в объекты User. И, соответственно, преобразовав свойства таким образом, чтобы можно было спокойно работать именно при написании какого-то объектно-ориентированного логики, какого-нибудь модуля, который работает с нашим объектом User. Работать именно со свойствами юзера, не заботиться о том, каким образом хранятся данные в нашем хранилище. Давайте на примере посмотрим, как это реализовывается. Итак, у нас есть класс DataMapperTest, который представляет из себя единый тест с двумя тестами, проверяющими работу нашей структуры, структуры класса, который только что мы с вами посмотрели. Итак, в начале первого теста мы с вами создаем новый экземпляр нашего хранилища и помещаем туда первоначальные тестовые данные, то есть некую запись 1 с полями EtherName, трудоводомник, и e-mail с каким-нибудь тестовым e-mail. И помещаем таким образом его, то есть именно экземпляр нашего хранилища, помещаем в наш юзер-маппер, который из себя что представляет? Давайте посмотрим. Юзер-маппер у нас на вход в хранилище, на вход в конструкцию получает экземпляр нашего хранилища и реализует два метода. Первый метод – это получение записи по ID. Данный метод что делает? Он ищет по пользователю во временном хранилище, по идентификатору и возвращает на один объект. В основном такая логика используется в саблоне репозитории. Однако важная часть реализации – это вызов приватного уже метода map.route.user, то есть маппинг данных, полученных из хранилища данных, в объект user. То есть что делает метод? Он обращается по идентификатору записи за данными в хранилище. Если таких данных нет, он выплевывает исключения, InvalidArgumentException, то есть такой-то пользователь не найден, но если он найден, он вызывает метод map.route.user, который что делает? Все найденные данные, строки из нашего хранилища, он передает в метод map.route.user, который вызывает статистический метод fromState, передав туда найденные поля, нашего объекта user. Что из себя представляет объект user и его метод fromState? Мы с вами видим, что этот метод статический, то есть принадлежит самому классу, и он вызывает конструктор объекта user, передав ему значение полей, полученных из хранилища, юзерней и email, тем самым создавая новый экземпляр класса user и с заполненными уже полями юзерней и email. Соответственно, два метода getUserName и getEmail возрастят заполненные поля, полученные ранее из нашего хранилища. И метод, собственно, возвращает найденный экземпляр. Что делает дальше тест? Значит, мы с вами пытаемся найти вызов нашим метод findById у экземпляра нашего майпера, юзер майпера, указав ему в качестве аргумента идентификатор записи 1. То есть, по идее, если мы посмотрим на наши тестовые данные, это должен быть экземпляр объекта класса user. Далее мы с вами проверяем, что действительно вернулся класс user, и ниже мы имеем с вами еще один тест, который также создает временное хранилище, в которое указывается пустой аргумент, ну, в виде массива, да, то есть в нашем хранилище ничего не хранится. И мы с вами делаем все то же самое. И ожидание от данного теста, что мы не нашли по идентификатору 1 никакого значения, соответственно, мы отлавливаем exception, и варит аргумент exception. Давайте с вами проверим, что это работает действительно так, как описано сейчас мной. Первый тест выполнился успешно, то есть мы с вами симулировали работу временного хранилища и получение и сохранение в памяти вызов мета findById нашего объекта user. То есть у нас появился некий объект user, который замаплен с нашим объектом из временного хранилища, с его свойствами домник и label домник, email, то есть у него email какой-то тестовый. И, соответственно, следующий тест, второй тест, мы с вами ожидаем exception, что данные пользуют дней на один в хранилище. Тест также пройден успешно, соответственно, данный шаблон проектирования, именно data map, или преобразователь данных, таким образом мапит данные из временного хранилища в память, издавая объекты сущности вашей, в данном случае у нас сущность пользы. Так, пример кода посмотрели, давайте еще раз повторим применимость, когда можно применять данный шаблон проектирования. Он обеспечивает большую гибкость между доменом баз данных, то есть слоем домена, и слоем временного хранилища данных. Как мы упомянули выше, одна из основных причин, по которой вы захотите использовать средства отображения данных, заключается в том, что вы, как архитектор приложения, фактически не имеете окончательного решения о схеме баз данных, и она может меняться. Если у вас есть историческая база данных и новая база данных с недружелюбным привратником каким-нибудь, то есть слоем сопоставления данных, позволяет вам скрыть способы, которые ваша база данных не является идеальным. То есть есть способ получения данных, из временного хранилища, в котором данные могут храниться в удобно читаемом или неправильном для вас виде. Шаги реализации. Что мы с вами делаем? Мы с вами ставим мапперы объектов, привязав связь адаптера хранилища, временного хранилища. Реализуем методы получения свойств из этого хранилища, из постоянного, и преобразуем в объект. То есть временное хранилище, а преобразование именно в свойства объекта. И третье, для преобразования реализуем с вами методы маппинга в классе объект. Преимущество такого подхода. Каждый объект имеет свою зону ответственности, тем самым следующие принципы солит и сохраняя каждый объект простым и по существу. Бизнес логика и сохранение данных связаны слабо. Если вы хотите сохранить данные, например, в XML, как в постоянное хранилище, или какой-нибудь другой формат, вы можете просто написать новый маппер и не притрягиваясь, на самом деле, к доменному объекту, то есть к слою бизнес логики. Недостатки. Вам придется гораздо больше думать перед тем, как написать код. В итоге у вас больше объектов в управлении, что немного усложняет код и его отладку. Давайте подведем итоги. Мы с вами сегодня посмотрели, что из себя представляет шаблон проектирования преобразователя данных. То есть это шаблон, который выступает в роли посредника для двунаправленной передачи данных между постоянным хранилищем в виде базы данных и слоя домена. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!